До нас в редакцию звернулись ажи хары Речицы. Их приватный дом супраць жаданне долучили до ЖЭУ и примушают сплатить за капромонт и техничное обслуговывание. Раней же хары таких отличений не работали. На месте у ситуации разбирались наши корреспонденты. На первый позор это, естественно, дом в городе Речицы. Но по документам он лечится приватной властностью. Больше за 40 лет тут господарят жильцы. Ни до ЖЭУ, ни до кооператива, они уже в этот час не относились. Это частный наш дом, да. Мы его купили, считайте, что мы в ремконторе его купили. Мы сразу носили деньги все. Мы строили его по розничной цене. Никаких на 20 лет нам не было. За коммунальные послуги платили по повышенном тарифе. Некольки разов уже хары спробовали передать дом на обслуговывание до ЖЭУ. А леем каждый раз отмоляли. Воси занимались и анавирушением усих питаний сами. Дружной толокой и гроши на ремонт сбирали. И когда дома прохожусь наводили. Вначале мы хотели. Проходили туда в ЖКХ, это их несчастная. И просили, чтобы нам что-то помогли. Не сказали. Вы частники, мы нет. Я лично сама ходила к крышу. Крыша у нас потекла. Они сказали нет. Однако в мае 2020 года людей оповестили, что у их дома теперь новый господар. При этом попередили, что ни прибиральщицы, ни дворника им не дадут. Думайте сами, как потребливать частину в доме и колея го. Однако у ЖРОКХ заявились и обновления. Они повесили вот это нам постановление на дверь, что якобы нам назначена управляющая компания. Вот после этого к нам пришла вот эта квитанция уже с перерасчетом. Вот. За август, за сентябрь и за октябрь месяц. И у людей почались обесконцы походы по кабинетах с МЭТой высветлить. На кольке закона такая инициатива, и тем можно отмовиться от послуг ЖЭУ. Крышу мы уже перекрыли, ремонт сделали в подъезде, проводку поменяли. Ну то есть нам как бы сейчас вообще их услуги не нужны. Почему я должна им заплатить за ремонт или за что, за капитальный ремонт? Мне 80 лет, я уже не дождусь. Я заплатила то, что нам надо, я уже выплатила. Однако коммунальники и сами не рады такому прибавлению. Этот дом лечить проблемным. С того часу, как его увели в эксплуатацию, там амальцалком зносились канализационные и тепляльные трубы. А вентиляционные шахты давно потребуют профессионального огляду. Необходный ремонт, але за какие гроши его робить? Уветь, этот час жильцы не робили отличения ни на капремонт, ни на тех обслуговывания. В настоящее время, в соответствии с требованиями законодательства, все многоквартирные дома должны находиться на обслуживании у специализированных организаций. Техническое обслуживание многоквартирного жилого дома включает в себя обслуживание всех систем и коммуникаций, которые находятся в данном доме. Это выполняется для того, чтобы дом поддерживался в исправном состоянии. Все параметры дома соответствовали требованиям нормативной документации. Ну и, соответственно, это не только соответствие требованиям, но и безопасность людей в том числе. В оси выходит, что отмовятся от послуг ЖКГ. ЖКГ этого дома могут только в том разе, когда вы решили створить кооператив, что, на думку представника райвыконка Майогения Юрченко, совсем невыгодно для такого старого дома. Но строящиеся дома, поверьте мне, сегодня не совсем рвутся к созданию кооператива. Там, где даже по 180 квартир, 170 квартир жилищный фонд, он сегодня не создает товарищеса собственников. Потому что понимают, что это огромная нагрузка. Сегодня нужно работать с людьми, сегодня каждому человеку нужно будет уделить внимание. И, скажем так, те же собрания провести, объяснить, бухгалтерию разложить, что как осуществляется финансовая деятельность товарищеса собственников, как отчисление производится. Поэтому это большая работа. Не каждый на это идет. Под своим крылом застаться. Рай жилкам гасать и створить кооператив властников, выращать людям. А ля дом без управленшей установы быть не может. Бо справа тут не столько у прыгажості подъезду, сколько у питания безопасности жахара у этого дома. Вера Гамоля, Андреева, на утеле радиокомпания Гомель, Зречицкого району.